МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Куда ты завел наш проклятый старик Хатиновский? А, это из Ивана Сусанина, я помню. Там продолжение такое. Идите вы к черту, я сам заблудился. Но нет, дорогой мой старожок. Дело в том, что мы с тобой сегодня снимаем программу, в которой мы имеем отношение к строителям. Да мы вообще имеем отношение к строителям. Ну, ты, может быть, и имеешь. Потому что отсюда наши каски, а у тебя еще и масочку. Где ты ее делаешь? А, какую масочку? Масочка это с программы о Бережском стрелетейном заводе. Тебе тоже дарили такую. А, помню, да, да. А ты, значит, как человек хозяйственный, все в дом, все в дом, да? Молодец. Да, я про другое. Какой я, к черту, строитель, если ты хоть там где-то на БАМе строительствовал? Или как бы строительствовал? Было. А я? Послушай, у вас несчастные случаи на стройке были? Нет, пока еще ни одного не было. Будет. Дорогой брат-старожил, мы с тобой все-таки строители, а еще лучше сказать, архитекторы человеческих душ. Потому что мы строим мосты в прошлое. А, как сказал красиво, да? Согласен. И сегодня наша программа о чем? Короче говоря, старожилы сегодня. Строители. И архитекторы. Ой! На свете много разных дел. Сталь варить, хлеб растить. Города строить. Архитектор Константинович, а ты не в курсе, кем хотел быть Антуан де Сент-Экзюпери? Это, который маленького пресса написал. Дорогой ты мой. Это даже дети знают, что Антуан де Сент-Экзюпери был летчиком. Нет, нет, это был летчиком, а в детстве мечтал стать архитектором. Да ты что, в нашем полку прибыла. Да, в нашем полку прибыла. А давай-ка и мы с тобой помечтаем, что именно мы вот этими нашими золотыми ручками сделали ремонт фасада вот этого большого, замечательного офисного здания на ДУКИ-80, где находится и наша контора, Брянская губерния. Эй, мечтать-то оно не вредно, конечно, но, дорогой мой, тут работали профи, настоящие профессионалы. Но, тем не менее, ты сказочник. Ох, вот эти сказочки! Ох, вот эти сказочники! Ну, ладно, сказочник, а по совместительству путешественник. Скажи-ка ты мне, а из городов, где ты бывал, какое у тебя такое любимое место в архитектурном плане? Ну, пусть будет Калининград, рыбацкая деревня, я там сам хорош на фоне рыбацкой деревни. Ну да, ну да. Ну, а у меня, знаешь, знаменитая мечеть в Казани, и я на фоне. Тоже неплохо. Глаз не оторвать от себя. От мечети может. Так бы и целовал себя в эти грудь и плечи. Ну, ладно, не будем отвлекаться, а скажи мне, пожалуйста, с чем у тебя ассоциируется архитектурное лицо нашего Брянска? А ты знаешь, скорее, не с чем, а с кем. С архитектором Василием Николаевичем Городковым, вот так. Кстати, у него будет юбилей в следующем году. Он появился на свет как раз в эти мартовские дни. В 1914 года, и через год будет ему 110 лет. Совершенно верно. По этому поводу я и предлагаю нам с тобой сейчас отправиться по тем самым объектам, которые проектировал и строил Василий Николаевич. По щелчку. По щелчку, конечно. Поехали. Ну, мы здесь оказались не случайно, именно в этом старом корпусе Брянского технологического института. Одно время преподавал наш герой Василий Николаевич Городков. Преподавал. А приехал он сюда, закончив Московский архитектурный институт. Это было вскоре после войны и остался тут навсегда. А каким Брянск был тогда? Я помню только с 1961 года. А, получается. Потому что я родился. Ну, хорошо. Я тебе напомню, каким был Брянск в послевоенные годы. А был он приблизительно вот таким. А тут начинается самое интересное. Направо пойдешь, это корпус БТИ, где преподавал Василий Городков. Налево пойдешь, это знаменитый Брянский дом, который он спроектировал. И тут рядом, да. Еще рядом, я еще скажу, тут рядом еще и ЦУМ, который тоже проектировал Василий Николаевич. И там еще дальше у нас... Библиотека. Библиотека. Ну, а совсем рядом с нами гид, провожатый наш, без которого нам сегодня просто не обойтись, это тоже Городков. Александр Васильевич, сын Василия Николаевича Городкова. Здравствуйте, Александр Васильевич. Здравствуйте. Первый вопрос, вот такой общий, на который можно отвечать в течение всей передачи. Каким человеком был Василий Николаевич? Вот каким вы его запомнили? Прежде всего, трудолюбиво и более 60 лет непрерывно работающим на ниве архитектурного проектирования. Всего 100 проектов сделал, но это считается очень много для архитектора. А около 80 увидели свет, что тоже очень много. А вот этот дом когда он построил? Завершено строительство было уже в 1958-1959 году. С этим домом у меня связана такая семейная история, не состоявшись. Я не шущу абсолютно. Моему папе, как ударному работнику, да, должны быть давать квартиры. Меня еще не было на свете, вы правильно сказали, в 1958-1959. У меня было две старших сестры. И папе предложили два варианта. Один простенький вариант, это на улице Станки Димитрова. А вот этот крутой вариант. Но этого крутого варианта надо было ждать год-полтора. И папа, имея двух детей... Нет, и он согласился, естественно, на то строение, просто строение. А мог бы? И мог бы, и мы долго ходили с сестрами здесь. А могли бы мы жить в этом доме? Ведь это как, не знаю, как дом с часами, извиняюсь, да? Дом с часами 60-х годов. Ну, конечно, такая элитная жилплощадь тут была бы. Я еще допомню, что дом и сейчас имеет вид монументальный. Конечно. А проектировался еще более интересно. Наверху можно было видеть башенки, украшения, ограждения, многие архитектурные детали. Но потом это, как всегда, из-за требований экономии ушло. Вот еще мне хотелось бы внести ясность. Ведь ЦУМ, который у нас тут рядышком, да, он тоже спроектирован Василием Николаевичем. И, насколько я знаю, вот поправьте меня, он был вынужден внести какие-то поправки. Там колонны должны были быть. Да, да. Правильно, абсолютно. Рядом драмтяк. Да. Единый ансамбль должен был формироваться. И, конечно, первый вариант ЦУМа, это был дом в классических формах. В колонны. Но к этому времени вышло печально известное постановление правительства об излишествах в архитектуре. Вот так. И все. И поэтому следующий вариант был максимально упростить фасады, убрать колонны, украшения, декоративные детали. А то бы у нас был совершенно другой ЦУМ. То есть он и сейчас красиво интересен. Нет, конечно, конечно. Скажите, а учеников у вашего батюшки много было? Одного мы знаем, это вы. Да, ну вот смотрите, Городков преподавал почти 35 лет. В нашем Брянском технологическом институте Нине-университете. И сколько подготовлено было строителей, инженеров садово-паркового искусства, а затем техников, архитекторов в нашем техниках. Учеников очень много. А я знаю одного вашего ученика. Вот он стоит. Это ваш, наш оператор, ваш ученик. Виктор, да. Видимо, вы его не помните, он плохо учился. Кругом выпустите нашего лужа. В том числе и у вас. Я сейчас предлагаю перейти еще к одному зданию, которое тоже спроектировал Василий Николаевич, о котором все прекрасно знают, любят. Потому что именно в этом здании и открылся в свое время Брянский первый дом книги. В Брянске открылся новый магазин книги. Он самый большой книжный магазин в городе. Здесь имеется литература по всем отраслям знаний. Вообще так получилось, Александр Васильевич, что это какой-то у нас центр имени Городкова. И библиотека, и ЦУМ, и что там еще у нас? Аптека номер один. Дом книги сзади. Дом книги, который, да, естественно. Так и есть. Ведь после войны это было место пустырь. Руины разрушенных домов. Это же тоже его дом, 37-й? Дом номер 37 и дом книги. Самые красивые, наверное, дома в Брянске. Техникум забыли. Техникум, конечно. Можно было вообще поделить улицу Фокина на две. Верхнюю часть назвать улицу Фокина, оставить название. А нижнюю часть, от ЦУМ и вот эти здания, улица Городкова, как Дукимы, часть просто Ленина оттяпали, извиняюсь, в хорошем смысле. Вообще, Саша, прекрасная идея. Надо выходить с этой идеи. Я дополню, в конце 90-х годов эта идея уже высказывалась. Но тогдашнее руководство, оно забыло и о Городко, и о Городе, и обо всем. Мы стоим, кстати, на фоне, да, Дом книги, архитектор Городков. В этом месте и съемки фильма проходили, известного. Ты как киноман должен знать. Этот фильм назывался «Сынок». Снимала его наша землячка Лариса Садилова. А я вот тут, на этом самом месте, как раз встретил Виктора Сухорукова и Евгению Симонова, исполнителей двух главных ролей. Впрочем, ладно, не будем мы отвлекаться. Давайте посмотрим какое-нибудь видео следующее. Например, вот это. Саша, по-моему, какой-то косяк у нас. Причем, что это за фрагмент из фильма был? Да не косяк. Дело в том, что свою первую и единственную работу за пределами Брянской области Городков-старший выполнил именно в Севастополе. Он участвовал в росписи, да, как в росписи... Проект интерьера. Проект интерьера. Это когда восстанавливали панораму обороны Севастополя. 46-48-го. Совершенно верно. Это еще до Брянска. До Брянска, еще не Брянска. Есть еще одна удивительная запись, она короткая, но ценная. Это прямо запись текущая из Севастополя. Смотрим, конечно. От нашей телезрительницы постоянной надо... Мария. Здравствуйте, сторожи. Вы можете и не знать, но главный архитектор исторического Брянска выполнил свою первую работу именно здесь, в Севастополе, откуда я вам передаю привет. Василий Городков осуществил роспись в музее Севастопольской обороны. И это именно там, где находится знаменитая панорама обороны Севастополя. Александр Васильевич, ну, судя по этому видео, батюшка ваш был просто на все руки мастер. Он и преподаватель, он и проектировщик, архитектор. И в Севастополе еще и расписывал внутренний интерьер обороны Севастополя. Ну, просто уникальный. И художник добавьте, и много картин оставил нам. Так что есть что смотреть, куда ходить. Надо их разместить в музее. Давно хотим, так что давайте попробуем. Улицу переименовать, музей открыть. Да, да, да. Есть над чем работать. Нам, стражилам в том числе. Мы стоим на фоне очередной вот памятной доски такой. Это центральная библиотека, которая носит ныне имя Тютчева. И вот тут мне бы хотелось, чтобы вы рассказали нам о том, что особая задача тут стояла. Правильно. Площадь уже была застроена разными стилевыми зданиями. Как-то вписать новое было очень сложно. Ну, что почта, она совершенно... 30-е годы, стиль конструктивизма. Здесь строились здания. Поликлиника конструктивизм тоже садилась. Тоже, да. И поэтому стиль-то был уже иной. Советская неоклассика. Это нужно было вписать. Но вот Городков удачно выполнил эту задачу, потому что если посмотреть на фасад, видим узкие окна, которые роднятся узкими окнами почты. Так. Это уже ансамблевость, принцип. И еще напоминает, наверное, книги, стоящие на полках. То есть внутреннее содержание здания перешло как бы во внешний облик. Можно умную мысль сказать, да? Бывает. У него бывает иногда. Он старается. Он все время говорит. Я скажу умную мысль, чтобы вы не подумали, что она глупая. Нет, фасад фасадом, но. Помните, как у Райкина внутри средневекового рыцаря в шапилке? Вот важно, чтобы внутри за красивым фасадом тоже было что-то, была жизнь. На Тверской в Москве уже 10 лет стоит здание, гостиница центральная в лесах. Внутри ничего нет. И вот оно стоит пустое. Здесь в библиотеке мероприятия проходят постоянно. Оно работает. Мы сейчас в этом убедимся. Да, давайте зайдем внутри. Первый вопрос хозяйки этого здания, Светланы Степановне Дедюле. Каково живется и работает в здании, построенном Василием Николаевичем Городковым? Ой, здание живет активной жизнью. Живется нам очень хорошо в этом здании. И я всякий раз благодарю нашего знаменитого архитектора за то, что он помог нам обрести тот дом, которого больше ни у кого нет. Во всей России такой дом больше ни у кого нет. Мы единственные. И, естественно, конечно, здесь проходит очень активная жизнь. Очень много мероприятий проходит, выставок, конференций, других мероприятий, которые посещают достаточно большое количество жителей наших. Это Трубчевская выставка, да? Да, художник Трубчевский. Да, художник Садорина Александровна Васильевича. Мы сейчас туда подойдем. Кстати, я вот тут вижу эти вот самые колонны, да, которые сохранились еще, естественно, да, входили в проект. И у меня вопрос тут же нашему эксперту, нашему гиду, сопровождающему Александру Васильевичу Городкову. Александр Васильевич, помните, мы говорили, что колонны должны быть около ЦУМа. Это не те же самые колонны, случайно? Те колонны, которые не сохранились в проекте ЦУМа, обрели свою прописку здесь, в нашей библиотеке. Мы постарались все сохранить, ничего мы не утратили. Ну, давайте пойдем посмотрим эту выставку. Стоп-стоп. У рояля то же самое. Песня о Трубчевске в исполнении Алексея Хатиновского. На самом деле Трубчевск – это отдельная тема не только вот этой выставки, да, в библиотеке областной, но и в жизни вашего отца. Я знаю, он занимался много и райцентрами, да? Да. А Трубчевск – один из самых красивейших городов у нас Брянской области. Не привлечь внимания архитектора он просто не мог. А как же он все время туда-сюда ездит? А то 80 проектов только в Брянске и Берц. А еще плюс… Отпускные периоды, летние периоды всегда проводил в райцентр. Исследовал старые здания, обмерял старые храмы, делал проекты их реставрации. Жил в палатках, питался насекомыми. А очень сложно было. И серьезно? В 60-е годы – это проблема. Александр Васильевич, как вы довольны внешним и внутренним обликом библиотеки? Да, конечно. Самое красивое, самое светлое, самое удобное здание. И самое главное еще тоже, да, вот как сказала Светлана Степановна, что поддерживают они жизнь. Жизнь здесь бьет ключом. И вот эта выставка тому подтвердит. Александр Васильевич, я знаю, что ваш отец проектировал не только какие-то дома, жилые магазины, памятники, но и занимался реставрацией, восстановлением храмовой архитектуры. И вот один из памятников архитектуры – это наша Воскресенская церковь. Как раз по поводу реставрации Воскресенской церкви я могу рассказать интересную историю. В 1980 году в Брянск приехал новый партийный руководитель Евгений Иванович Сизенко. Проехал по проспекту Ленина, увидел, что тут обезображенный храм, и об этом узнал архитектор Городков. Тут же написал докладную к управлению культуры Сорокиной, что надо храм реставрировать. Городков, не тратя время, уже стал делать проект реставрации. Вместе с отцом Павлом стали заготавливать строительные материалы, и тут вдруг из обкома приходит грозное поведомление. На каком основании? На центральном проспекте Ленина вдруг действующий храм стал реставрироваться. Городкову пришлось писать объяснительную записку, обосновывать его градостроительное значение. Тем более, что через год город праздновал свое тысячелетие. Говорят, что тысячелетие Брянск помогло реставрации. И на следующий день после празднования управление культурой дало официальное разрешение. И все закончилось, как мы видим. Короче говоря, Саш, выступи сегодня резюмистом, если ты знаешь, что означает это слово. Итак, подводим итоги. Первое. Отлично, что в нашем городе жил Василий Городков, который придал ему исторический облик. Второе. Замечательно, что продолжатели его дела не испортили этот облик. Не испортили и... У меня по-другому написано. Его продолжатели сохранили этот облик и не испортили новыми строениями наш любимый город. Вот так. Здорово? Здорово. Совместными усилиями сделали резюме. Ну, как тут не вспомнить и не процитировать любимого Ивана Васильевича? Красота-то какая! Лепота! Ну что, по-моему, можно снимать уже каски, ибо строительство нашей программы благополучно завершено. И тем не менее, я хочу еще раз, лишним раз, это не будет. Я хочу сказать слова благодарности человеку, настоящему подвижнику и энтузиасту Василию Николаевичу Городкову, который приехал в провинциальный город и сделал так, чтобы этим городом можно было гордиться. И еще раз мы благодарим тех, кто сохраняет его традиции и дарит нам новое жилье. Снято! Субтитры создавал DimaTorzok